Традиционным проблемам нетрадиционные решения. На еженедельной планерке при губернаторе круг проблемных вопросов не меняется от встречи к встрече. Долгострой, дорожный ремонт, медицинские кадры. Как сдвинуться с мертвой точки и начать работать? Об этом в нашем сюжете. Уже третий месяц дороги города находятся в состоянии ремонта. Однако в некоторых районах это совсем незаметно. Долгострой ответственный за главные транспортные артерии, дорогу на Искатели, Красное и аэропорт разводят руками. Мол, не прибыли рабочие, не подвезли материал, да и погода была не та. Но основным остается все же вопрос кадров. Игорь Кошин предложил не возить рабочих из других регионов, а переобучать местных на базе Управления труда и социальной защиты. Соберите со всех, кому кто необходим, включайтесь, предлагайте людям проходить переобучение. Бороться со стройподрядчиками, не выполняющими свою работу, тоже можно. Например, рассказать о них в средствах массовой информации. Также жители округа вскоре смогут следить за расходованием бюджетных средств. Управление финансов обязало все учреждения размещать информацию о расходах на своих сайтах с пометкой «Бюджет для граждан». Из новых тем – подготовка к Арктическому форуму. Уже сегодня в столицу округа прибывают журналисты, чтобы осветить международную встречу стран Арктического совета. Гостей планируется провести по основным социальным объектам. По городу Наринмар к фиксированной связи нареканий нет. К мобильной связи проблема остается. На период сейчас проведения мероприятия компания МТС принят ряд технических мер, которые должны на эти три дня повысить в качестве связи. Однако было бы неплохо, чтобы стабильной мобильной связью население округа было обеспечено не только на время форума, но и после него. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север».